приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня мы с вами поговорим о магических и волшебных словах которые помогут убрать негатив из вашей жизни и нейтрализовать его итак поговорим о силе слова и как ней правильно воспользоваться обязательно просмотрите это видео от начала до конца друзья будут очень много полезной важной и нужны для вас информация прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации абсолютно каждое слово которое мы с вами произносим или это может быть фраза которая состоит из слов обладает определенной энергетикой есть слова которые притягивают к нам негативные моменты и разрушают нашу энергетику а есть наоборот слова которые помогают нам избавиться от разных проблем и притягивают к нам положительной энергии этом очень важно следить за тем какие слова находятся в нашем обиходе ведь этим можно контролировать то что мы к себе притягиваем и с их помощью мы можем изменить то что нас не устраивает на данном этапе в нашей жизни каждый из нас он индивидуален и является носителем определенного типа энергии которые не похожи между собой ведь эта энергия зависит от вибрации нашего голоса интонация с которой мы произносим слова и от смысла которые мы вкладываем в них с помощью слова можно помочь себе и также с помощью слова можно принести себе непоправимый вред как вы будете использовать эту силу и энергию зависит только от вас с помощью слов мы с вами общаемся между собой мы высказываем свои чувства эмоции и ними же притягиваем разные события также не забывайте что с помощью слов присутствующим вашем лексиконе вы способны делать энергетические посылы часто в моменты эмоционального всплеска произносятся слова которые меняют нашу жизнь при этом к сожалению не в лучшую сторону поэтому прежде чем что-то произнести вслух лучше остановиться и хорошо подумать для того чтобы контролировать слова нужно научиться контролировать свои эмоции а это очень непросто но научившись этому вы сможете обезопасить себя от неприятных моментов которые могут появиться в вашей жизни при неправильно сказанном слове поэтому начните с того что когда будете злиться или вы не будете знать что сказать посчитайте до 5 за этот период вы успокоитесь и нужные слова сразу придут в голову а также вы не произнесете то о чем позже будете жалеть это очень простое действие но она поможет вам научиться управлять своими эмоциями и словами да будет нелегко но с каждым таким разом вам будет становиться все легче а затем и вовсе войдет в вашу привычку но у каждого человека в жизни бывают моменты когда эмоции берут вверх иск и контролировать себя не получается поэтому если у вас произошел такой момент и вылетели слова которые несут одну негативную программу нужно срочно произнести слова которые нейтрализуют действия уже сказанных слов говорите пожалуйста эти слова не спеша от чистого сердца и вложите в них сожаление о том что вы не смогли удержаться чтобы не произнести те или иные негативные слова и первое слово которое поможет вам в этом это слово отменяю это слово поможет вам отмотать мысленно события обратно и сделать совсем по-другому не произнести эти слова которые вы действительности произнесли это слово перепрограммирует ваш посыл после него сразу проговорите нужную для вас фразу или слова так вы запустите нужный вам энергетический цикл и сказанное не навредит вам итак первое слово отменяю следующее слово стерто это слово также поможет вам изменить то что вы сказали в нужном для вас ключе так как произнося его вы сможете обнулить весь неправильный посыл но делайте это очень быстро такая практика ничего не сможет изменить если вы о своих действиях начнете жалеть даже через 10 минут следующее слово меняю и это слово также способна оттолкнуть негативные энергии из вашей жизни которые вы начали притягивать в то время когда произнесли необдуманно какое-то слово притягивающее негатив и вместо них вы хотите притянуть положительной энергии вернув все на тот энергетический этап с которого у вас все начиналось возвращаю используя это слово вы сможете вернуть положительной энергии к себе обратно и оттолкнуть негатив который вы притянули в свою жизнь к сожалению какими-то необдуманными словами и фразами также это слово можно использовать и в тот момент когда кто-то из людей делает неприятный для вас посыл произнося его вы быстро вернете человеку его отправленные негативные энергии поэтому волшебное слово возвращаю запомните и повторяйте в те моменты когда вы считаете что она вам нужно и вам поможет к сожалению часто люди не задумываются над своими словами и не понимают всей серьезности и силы сказанных слов и этим вредят не только себе но и окружающим людям неся тем самым негативный заряд поэтому не бойтесь пользоваться силой слов так вы сможете еще и обезопасить себя на определенном этапе своей жизни когда вы будете встречаться с недоброжелательными людьми когда вы будете встречаться со своими врагами ведь важно знать как быстро от отбыть негатив негатив это очень важно также следите за тем что вы сами произносите ведь вы уже поняли что сила слова влияет не только на вас но и на все что находится рядом с вами пытайтесь измениться в лучшую сторону расширить свой словарный запас читайте книги сейчас очень много интересных книг классику читайте не останавливайтесь никогда на достигнутом пытаетесь с каждым разом что-то улучшить в себе в своей жизни обязательно меняйте негативные слова на слова которые несут позитивные заряды и тогда не только все ваши жизни перейдет на другой интересный яркий уровень но и принесет вам вот те вот положительные изменения которых вы возможно мечтаете вашей жизни обязательно появится и счастье и неудачи а также из него уйдут проблемы и несчастье вы знаете это не громкие слова потому что мы сначала в голове представляем себе какую-то определенную картинку и после этого ночь начинает наш мозг работать над этой картинкой мы оттачиваем своей голове все до детали по попробуйте посмотрите как происходят эти мыслительные процессы и только потом мы по трансформируем это в реальную жизнь но лучше чтобы вы сразу же на этапе в своей голове думали только положительно если человек задержался ваш или не пришел сегодня домой во время это не значит что нужно думать о какой-то плохой программе а может человек встречается со своим будущим работодателем который предложит ему более высокую зарплату более социальные какие-то гарантии а вы в этот момент сидите в комнате и размышляете каком-то негативе а соответственно вы по отправляете определенные посылы ни в коем случае никогда так не думайте мир который нас окружает делайте его всегда лучше качественнее интереснее не забывайте если захотеть то можно сделать все потому что человек он способен на такие достижения о которых порой он даже не подозревает обратите внимание на людей которые когда-то жили где-то в чуть ли не в сарае жили в жили там каких-то коммунальных квартирах и в один момент они берут себя за шкирку и начинают требовать себя что мы хотим я хочу то-то то-то тот и человек начинает искать возможность начинает искать высокооплачиваемую работу да такая работа приходит не сразу но человек набирается опыта набирается определенных знаний навыков и постепенно он совершенствует себя оттачивает свои знания опыт и после этого он начинает расти 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 но вы должны понять что никогда не получится за полчаса что-либо изменить другой момент что 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 если вы не готовы ничего менять вам звонят работодатели предлагает вам работы говорит что с возможностью у вас зарплата будут увеличиваться когда вы пройдете определенные получите какие-то знания вы сразу нет я хочу получать сразу много так тоже не бывает потому что придя на любое предприятие любую фирму даже если вы у этого конкурента вы все знали прийдя все равно там другой внутренний трудовой распорядок другие правила игры другие люди и много-много чего другого поэтому никогда не зацикливайтесь прошло время вы уволились работ ищите то что вам надо но не зацикливайтесь и не говорить а вот там было так вот было там это осталось в прошлом поэтому друзья все в ваших руках и как один воспользоваться вы должны только сами определиться и решить сами для себя помните вы волшебники и вы строители своей жизни и своей судьбы